С реакцией Z-каналов я вас сейчас тоже ознакомлю, чтобы вы понимали, что опять же, что я не накручиваю, что это не wishful thinking, что действительно там обсуждается как большая-большая проблема. Начнем с более мягких спикеров, с тех, кто сидел с Владимиром Путиным, ну не в смысле в тюрьме, это у них впереди, а тех, кто сидел с ним на встречах, они стараются по минимуму, значит, грызть Министерство обороны, но даже они пишут и говорят о проблемах, на которые Министерство обороны не хочет обращать внимания. Вот, например, небезызвестный Александр Коц. Экс-командующий 58-й армии, ныне депутат Госдумы Андрей Гурулев, фактически подтвердил отставку нынешнего командующего 58-й армии, опубликовав его аудиосообщение. Генерал-майора Ивана Попова вывели в распоряжение, по его словам, за жесткую позицию по недостаткам в оснащении вверенной ему армии средствами контрабатарейной борьбы и станциями артиллерийской разведки. Что сказывается на тяжелых потерях. Не секрет, что это болевая точка, не только легендарный 58-й. Противника контрабатарейка поставлена куда лучше за счет американских станций АНТПК, а это, в свою очередь, накладывает отпечаток на возможности нашей артиллерии, которая без преувеличения работает в тяжелейших условиях. Я не знаю всей подоплеки ситуации вокруг Попова, от его подчиненных я слышал о нем положительные отзывы. Может быть, его вывели в распоряжение в контексте слов президента, из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем на перспективу костяк руководства вооруженных сил Российской Федерации. Видите, мне вообще нравится вот эта копиумная привычка военкоров, когда они такие, ну, наверное, за этим какой-то хитрый план. Вот, говорит, повышение, может, ему дадут. Но дальше осаждает и сам себя. Если нет, то стоит задуматься о системе поощрения за соответствующие действительности доклады и о наказании за обратное. Можно, конечно, сейчас показать контрбатарейную работу 58-й армии, как лодки на Днепре, но проблема, если она действительно острая, как недавно с лодками, это не решит. Высказался и военкор Сладков, даже записал целое видео, основная идея которого, что, ну, нет, я, конечно, Министерство обороны уважаю-обожаю и не буду обсуждать их решение, но не хотели бы вы задуматься, что, может быть, все-таки как-то не совсем правильно. Заглавлено это видео. Иван Попов не мятежник, ультиматумов не ставил, канаты не отрублены, говорит Сладков. Особенно мне нравится, что вот почему называется не мятежник, потому что первая ассоциация, которая приходит, это мятеж Евгения Пригожина. В общем, давайте посмотрим рассуждение Сладкова. Первое. Здравствуйте. Второе. Нахожусь в тылу, не делаю вид, что я на фронте, но я человек интересующийся, волнующийся за ситуацию, поэтому комментирую ее. Третье. Ситуация с Иваном Ивановичем Поповым. Неприятная. Ну, кто ее может назвать приятной, но она рабочая. Это рабочая ситуация. Четвертое. Как гражданин, как репортер, не имею права комментировать или оценивать действия начальника генерального штаба в данной ситуации. У нас в армии единое началие. Начальник сказал НГШ. Значит, это его решение. По-другому быть не может. Следующее. Не надо делать из Ивана Ивановича мятежника Попова. Это наш генерал, наш родной генерал, любимый генерал, солдатами, офицерами, его подчиненными, людьми. И он еще будет воевать. И будет действовать. У нас действительно, Женька, подобное он сказал. Сколько у нас было случаев уже за период СВО, когда отстраняли, назначали, переназначали. Вот. Поэтому считаю так. Надо поберечь Попова. Вот. Успокоить ситуацию. Ну, мне так кажется. Следующее. Посмотрите, как общество интересуется ситуацией в СВО. Любая какая-то такая вот нестандартная форма, касающаяся СВО, она вызывает обсуждение, интерес, осуждение, подтверждение. Ну, да. Это вот такая ситуация у нас. А то, что касается Ивана Ивановича Попова. Иван Иванович, вы меня знаете. Если я чем-то могу вам помочь, знаете, как меня найти. Я вас очень уважаю. Желаю, ну, поддерживаю вас в этой ситуации. Кстати, Василий Чуйков, наш легендарный маршал, в начале войны Великой Отечественной был военным атташе в Китае. Играл очень важную роль. Ну, тоже морду кому-то набил там. Я имею в виду не то, что в ситуации с НГШ и Поповым, а там крепко побарагозил, отозвали. Ну, еще и чечетку танцевал под Рейхстагом. Так что у нас впереди большие испытания. Нам надо беречь каждого солдата и каждого генерала боевого. Ну, такие пироги. Ну, вот у этих, около путинских, значит, ребят, которых собирали специально поглазить на Путина, чтобы они были более мягкими и не критиковали Минобороны, у них, конечно, все помягче. Но, несмотря на это, магистральные линии все равно проходят то, что «А, слушайте, может быть, действительно у нас какие-то проблемы? Может быть, надо их как-то решать?» Но многие высказываются и гораздо более жестко. Например, невероятную проницательность проявляет Дмитрий Борисенко. Интересно, как быстро командующего 58-й армией Ивана Попова, который осмелился пойти наперекор Шойгу и Герасимову и заявить, что лично дало что в опиющих проблемах на фронте Путину, теперь запишут в мятежнике? «Свято место пусто не бывает. Чует мое сердце, что такими темпами мы дождемся реального мятежа в армии». Большую раскладку публикует и телеграм-канал «Рыбарь». Он там в каком-то совете есть, про Министерство обороны его автор. И вот что пишет он. «Экс-командующий 58-й общевой войсковой армии генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным и подтвердил факт собственной отставки по решению старшего начальника». Речь идет об начальнике генерального штаба Валерии Герасимов. Тема отставки Ивана Попова достаточно щепетильная. По сути, это естественный процесс обнародования проблем во всей структуре вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. После мятежа при Гожне началась охота на ведьм. И снова во главе стола встал принцип «заявил о проблеме враг». Попов заявил, что необходима ротация бойцов, которые раз за разом успешно отражают атаки на передовой на запорожском направлении. Из-за отказа старшего начальства он по слухам заявил, что напрямую будет докладывать верховному главнокомандующему. После этого, якобы, он был снят. На тот факт, что Попова обвиняют в шантаже начальника генштаба, делают особый упор западные украинские СМИ. Я, кстати, не то чтобы встречал большое количество таких публикаций, поэтому не до конца понимаю, о чем говорят трибары. Видимо, именно о заявлениях, что он хотел напрямую Путину докладывать. Но, опять же, я не видел прям акцента большого на этом. Но не суть. Собственно, это же военкоры. Надо не забывать, потому что они постоянно выдумывают и врут. Тем не менее, мы смотрим на их оценки, именно эмоциональные оценки происходящего. В этой связи очень сложно отрицать тот факт, что сейчас руководство Минобороны России держится в основном на позитивных докладах, которые должны перебивать негатив. Объективности ради его хватает. Поэтому в подобные новости аудитория верит достаточно охотно. Попов пользуется колоссальной поддержкой со стороны личного состава. Бойцов на передовой сильно деморализовала новость об отстранении простого и понятного честного генерала Попова. Да, возможно, у него были свои недостатки, но на фоне командующих, которые десятками клали личный состав ради очередной звезды героя или славы освободителя населенных пунктов, Попов явно выделяется в лучшую сторону. Конфликт между Поповым и Герасимом подсвечивает главное отсутствие единства в российской армии. И противник этим наверняка воспользуется, как в кампаниях по дискредитации в СРФ и их очернении, так и в заказанных публикациях. И пострадает от этого, естественно, Россия. И это самое печальное. Мы надеемся, что голос разума возобладает. На самом деле, с точки зрения политического пиара для руководства Министерства обороны России, которые славятся своей негибкой позицией, признание неправоты в отношении Попова стало бы настоящей информационной бомбой, которая позволила бы вернуть веру, здравый смысл и позитивные перемены в Минобороны России. Этого сегодня, увы, не хватает. Видите, каждый раз у них вот, особенно, ну, которые прям с Минобороны на вась-вась или которые под их контрактами, у них обязательно какой-то, а вдруг это, опять же, вот хитрый план. Сейчас бы они вот так вот сделали и вот как бы вернули бы, но, конечно, этого всего не будет, потому что, опять же, логика диктатуры в том, что любой критик, враг, любая критика во вред и прочее, и прочее. Телеграм-канал 13-й, большой фанат группы Вагнар, опять же, не сдерживает себя в выражениях и эмоциях. Если уже боевые генералы заговорили, то мы стоим на краю таких событий, что все происходящее до этого многим покажется детской сказкой. Иван Попов, уважаемый боевой генерал, то, что с ним произошло, не иначе, как форменным предательством назвать нельзя. Про Суровикина тоже тишина, все нагло врут и замалчивают правду. Интересно, хватит ли совести начать говорить правду у тех, кто до этого занимал нейтралитет? Юрий Мезинов, которого репостит Захар Прилепин, известный как Недобиток. Ну и самое главное, несколько моментов. Первый. Окопы часто во всем винят генштаб. Зачастую командующих армии относят к генштабу. Попов был тем редким случаем, когда сами окопы, имеется в виду низовой состав, более относили его к себе. Второе. Да простят меня друзья по всему фронту, но то, что из мобиков получилось у 58-й армии, самый лучший результат по фронту. Там на 100% мобилизованные подразделения реально превосходят некоторые кадровые, как минимум, стойкости. Третье. Учитывая сложившееся оперативное положение на Херсонском направлении, смерть Цокова снимать Попова такое себе. И последнее. Делюсь наблюдением с генералами и командующими армией. У нас прощают только проигрыш. Не можем мы с вами обойтись страной и главного официально признанного нытика российского Z-комьюнити, военного преступника Игоря Стрелкова Гиркина, который написал следующее. Обращение отставленного командира к общественности это в регулярной армии нонсенс, скандал, опаснейший прецедент, почти мятеж. Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся из грязи в князе, а натуральный кадровый генерал. И не из худших. Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы, только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого на самом деле рукой подать. От нового похода на Москву в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение, которого очень хотелось бы избежать, но фанерный и муму, они не обучаемы, они провоцируют. Тут нужно немного контекста. Фанерный – это Шойгу, фанерный маршал, муму – это Герасимов. Я думаю, понятно почему. И вот здесь я хотел бы остановиться на очень важном моменте. Потому что вся эта история с Поповым это не только история про мятежи, не только история про неповиновение, про раскол в армии и все прочее, про что я говорю уже месяцами и несколько утомился. Это история про проблемы, которые есть в российской армии и которые совсем скоро могут дать свои плоды. Значит, сколько бы не рассказывал Шойгу про то, как много добровольцев пришло на фронт, у российской армии чудовищная ситуация с личным составом. Людей не хватает катастрофически. Смотрите, каждый раз, когда вы смотрите составы армий, нужно смотреть не только количество людей на передовой, но и количество людей в резерве, для того, чтобы проводить ту самую ротацию. Ротация нужна для того, чтобы человек оставался вообще в себе. Потому что 2-3 месяца на фронте – это максимум, при котором человек может быть эффективным бойцом. Дальше уже все зависит от личностных особенностей, но вот эти российские солдаты стоят там 9-10 месяц. Это очень много. Ну, то есть, боевые качества человека сильно снижаются, моральный дух ниже Плинтуса. И это то, о чем говорят очень многие в российской армии. Я недавно выпускал ролик как раз про проблему с ротацией. Можете посмотреть. И эта проблема только ширится, потому что людей нет. Владимир Путин уже с военной точки зрения давно должен был провести вторую волну мобилизации. Ну, то есть, почему все говорили, что она будет в январе? Потому что все ли посчитали и сказали, вот столько людей, вот столько надо. Поэтому многие ожидали ее еще в январе-феврале. Но ее как не было, так и нет. Почему ее нет? Потому что Владимир Путин боится политических последствий. Первая волна мобилизации стала самым большим шоком для россиян за, пожалуй, все правление Владимира Путина. И да, это печально, что шоком стало не начало войны, а объявление мобилизации. Но это уж мы с вами оставляем за скобки. Вот такие у людей приоритеты. Тем не менее, избегая возможности массового народного недовольства, Владимир Путин не объявляет новых мобилизаций и не проводит массовых мобилизационных мероприятий. Да, есть там хитрые способы, которыми они пытаются действовать, заставлять предприятия, посылать людей, те набирают по объявлению и прочее, прочее, обещают баснословные деньги. Но это все не работает. Из-за этого у российской армии на самом деле не хватает людей. И нет этой самой ротации. Каждый новый день в отсутствии ротации – это дополнительное испытание. Потому что эффект у этого накопительный. Люди могут начинать сходить с ума, люди могут отказываться воевать, люди могут идти на Москву, чего угодно еще. И это гигантская проблема российской армии. Вторая проблема – это разведка и связь. Об этом мы с вами уже много говорили. Россия так ничего и не смогла починить к, собственно, июлю 2023 года. И третья проблема – это снаряды. Снаряды, которых не хватает. Вы спросите меня, Майкл, ну если столько проблем, почему Россия вот тогда вроде успешно стоит в обороне? Ну, во-первых, потому что стоять в обороне много ума не надо. Вырыл, значит, траншеи. Если ты их вырыл правильно, то ты стоишь. В обороне вообще стоять легче, чем атаковать. Но, помимо этого, есть проблемы у украинской стороны со снарядами, например. Почему они постоянно говорят про снаряды, про технику и про все остальное? У России базово просто гораздо больше и техники, и снарядов, и всего остального. В общем, Россия сейчас в оборонительной позиции. И надо сказать, что не то чтобы оборон прям хорошо стоит, потому что, ну, при хорошо стоящей обороне соотношение потерь, там, 4 к 1, 3 к 1, причем потери более позитивные для обороняющих. Потому что атакующая сторона должна терять в 3-4 раза больше, чем обороняющаяся. Но мы этого не видим. Мы, наоборот, видим и по Орексу, что соотношение примерно равное. Да, иногда там перехлесты есть, даже бывают в украинскую сторону, что они теряют меньше, чем Россия. Но это совсем такие странные уже цифры, и они не совсем по Орексу. То есть, там люди что-то сидят, считают, складывают такие. А вот в этом промежутке с 12 до 17 мы вот, значит, зафиксировали, что у Украины было меньше потерь, чем у России. Но потеря 1 к 1 для оборонящей страны – это довольно печальная история. И в итоге что получается? На фронте сейчас украинские войска растягивают российскую оборону и берут ее на истощение, а у российской стороны накапливаются все те проблемы, о которых мы с вами неоднократно говорили, о которых говорят уже российские командующие. При этом официальный генштаб говорит, что все хорошо, все под контролем. В общем, когда украинская тактика перейдет к стадии прорыва, она перейдет, когда будут растянуты российские войска и нащупаны слабые точки, пойдут уже прорывы через линию обороны российскую, вот тогда уже будут какие-то большие-большие проблемы у российской армии, у которой до этого накопленный эффект еще сыграет свою роль. Но не будем забегать вперед. До этого еще, что называется, надо дожить. И битвы там сложные, тяжелые. Это не сериал, не игра. Это настоящая смерть людей, людей, которые защищают свою страну. Ну, собственно, Украина пытается отразить российскую агрессию и освободить свою территорию, на которую российская армия пришла, для того, чтобы Украину уничтожить. Поэтому будем за этим всем наблюдать, конечно. Но самое важное, в том числе из всей этой ситуации, это очередное подтверждение больших проблем, которые есть в российской армии и абсолютное нежелание российского военного руководства что-либо с ними делать. Точнее, даже не то, чтобы нежелание, невозможно. А что вы сделаете, если людей нет? Ну, то есть, добровольцами никто не идет. Вот, несмотря на все заявления Шойгу. Ну, то есть, мы видим, их нет, этих добровольцев на фронте. В добровольцы не идут. А мобилизацию Путин проводить не хочет. Ну, и все. Значит, вариантов особо нет. Ну, а вот еще несколько рассуждений от Холмогорова. Это такой тоже очень ноющий нытик. Довольно смешной дед, который постоянно пытается прыгать по всем стульям. Но все время получается у него что-то странное. Вот что он пишет. Что я понимаю по 58-й армии со своей невысокой колокольней? Первое. Фамилию генерала Попова я услышал буквально вчера. То есть, он не пиарщик, не поп-звезда. Он служил и делал свое дело. Второе. 58-я армия стоит на Ореховском направлении. То есть, это она наколотила значительную часть той техники, которой радуются политики. То есть, дело Попова делал хорошо. Третье. Как я понимаю, Попов пострадал за то, что добивался ротации уставших подразделений своей армии. Тут дело такое. Уставшая, обескровленная армия может посыпаться. С другой стороны, может быть необходимость держать войска на рубеже в режиме «не шагу назад, стойте или умрите», в то время как свежие подразделения нужны для чего-то другого. Но есть нюанс. Приказ «стойте или умрите», равно как и любой другой столь же спорный приказ, может отдать только полководец, которому абсолютно доверяют. Только харизматик. Все согласны, что у нас в высшем военном звене жесточайший кризис доверия авторитета. Если Пригожно можно было обвинить в неадекватности и личных амбициях, то про Попова этого явно не скажешь. Это явно та ситуация, когда доверия к командованию нет, веры, что оно отказывает в ротации не из-за бюрократического равнодушия, а ввиду великого замысла, тоже нет. И вряд ли можно упрекнуть тех, кто в гении нашего командования в МО и ГШ просто уже не верит, потому что верить уже не получается. Никакими грозными окриками, ни требованиями слепого повиновения, ни переводом стрелок на политическую вертикаль делу не поможешь. Бравурными отчетами тоже, особенно когда материал для бравурных отчетов обеспечили те самые люди, кого отстранили. Сам тот факт, что новый конфликт возник через две недели после событий, которые должны были погасить любые конфликты надолго, говорит о том, что ситуация швах. Единственное, что может помочь, восстановление доверия к верхнему этажу командования. Как восстановить доверие, все тоже понимают. Игнорирование этого понимания обходится все дороже. Речь идет про отставки. Например, про отставку Шойгу, в смысле, если его уберут, или про Герасимов, но этого, конечно же, не будет. И напоследок скажу, что есть еще одно сообщение, которым многими прошло незамеченное сообщение об Анастасии Кашеваровой. Это одна из тех Z-блогер, которая рассказывала про проблемы с ротацией, даже выкладывала видео, где один из солдатов рассказывает, какие проблемы с ротацией. И вот она пишет, какова судьба ждала этого солдата, который пожаловался на то, что ротации нет. По моей информации, боец в Запорожье, который рассказал про то, что ротации нет, задержан командованием 503-го полка. Он сказал, что знают все, без обиняков, просто вот по факту, ни на кого не гнал, никого не подставил. Не выходит на связь несколько дней. В чем он виноват? В том, что он воюет десятый месяц мужественно и не избежал никуда? После моего сообщения о ротациях самое высшее командование стало проверять информацию. А те, кто чуть пониже, занялись самоуправством. Я все понимаю, но если уж мятежников помиловали, то тут можно быть справедливыми. Я прошу Министерства обороны разобраться в этой ситуации. Все запросы и письма с моей стороны отправлены. Не гнобите своих же, тем более за правду. Конечно, гнобить своих будут. Конечно, будут вот любых критиков, значит, под ноготь. Раньше это было с оппозиционерами. Теперь это будет с теми, кто в самих войсках чем-то недоволен. Единственное, что я скажу, в том числе, видимо, предвосхищая и ту самую возможную новую мобилизацию, которую, как мне представляется, начнется после какого-нибудь крупного военного поражения, которая тоже уже не за горами, как раз на запорожском направлении. Посмотрите на отношения. Вот даже если вы человек без совести, без морали, промытой пропагандой, где рассказывают, что значит Украина, нацисты, НАТО, вот это вот все. Посмотрите, какое в армии отношение к вам, к людям, которых пустят на пушечное мясо, на суицидальные штурмы, говорите о проблемах, враг. В лучшем случае отстранят, в худшем пленят. Пытаетесь добиться какой-либо вообще боеприпасов, воды, еды. Приедут люди на грузовиках с автоматами и увезут вас в неизвестном направлении. Не идите убивать невинных людей, которые просто защищают свою страну, и не умирайте сами, а проживите по возможности долгую и честную жизнь. Субтитры подогнал «Симон»